Канад тауш, шум крыльев, крыльев, облетающих пространство поэзии. В сборных стихов Алихан Алипшукова стал первым в жизни автора. К выпуску издания молодой поэт Шолготы. Это из стихи детских лет, времен студенчества, сегодняшней жизни, столь богато наполненной событиями. Алихан преподает в Карачаевском госуниверситете. Он также является сотрудником нашей телерадиокомпании. Ежедневно освещая события сегодняшнего дня, Алихан остается верен своему поэтическому призванию. Вышедшая книга стихов на родном карачаевском языке приятно удивит любителей поэзии. Искренне написанная легким слогом, она без сомнения затронет сердце читателя. Поднимая вечные темы, Алихан Алипшуков показывает свое восприятие мира. Я старался в большей степени в своих стихах описывать действительность в некотором роде, как она есть. Я думал, да, поэзия – это как жанр, литература и так далее. Но на сегодняшний день я считаю, что поэзия – это именно в наше время способ выражения самого себя, своих мыслей, своих чувств и своего отношения. Ну, в рифмах, в стихотворной форме. Вот примерно так я считаю. И то, что я старался в своих произведениях донести до читателя, это то, что я чувствую, как я понимаю этот мир, как я его воспринимаю. И вот все эти, даже, можно сказать, классические темы, я старался осмыслить по-своему, как я, ну, как поэт, как человек. Но как же все начиналось? В семилетнем возрасте мама, учитель начальных классов, Назифат Далхатовна, привела в библиотеку своего сына в надежде приобщить его к русской литературе. Но взгляд мальчика зацепили книги и на других языках. Так появилось желание узнать ближе и родную литературу. Большое влияние на юного Алихана оказала и сестра бабушки, столетняя Нурджан, свою бытность, работавшая в газете «Красный Карачай». Она передала ему множество книг на карачаевском языке. Они и сегодня бережно хранятся в доме у Алихана. В детстве, как таковое, у меня дома не было так много книг на родном языке. Фактически, в большей степени, у меня мама делала упор на изучение русского языка. Она говорила, вот, русский язык должен освоить, он, ну, как бы, твоя будущая профессия должна связываться, ну, как бы, да, с этим языком. Ну, не знаю, у меня внутри как-то вот что-то, ну, не клеилось. Говорит, ну, как бы сказать, да, вот, что, ну, как это, я, как бы, оставляя свой родной язык, должен только делать упор на русский язык. И когда у нас были уроки по родной литературе, языку, я читал произведения и всегда сравнивал с русскими классиками. Всегда думал, ну, как так, ну, почему, почему у нас так мало произведений? Ну, так, у меня такое ощущение было. Я тогда еще не познакомился с произведением других авторов. То, что ты находил в хрестоматиях тогда, по родной литературе, только это я видел. И вот родители сказали, настояли, сказали, что давай, иди уже в библиотеку, начинай там читать книги и так далее. Ну, я любил с детства читать, родители прививали любовь к чтению. Это были первые произведения, там, «Мальчишки-бальчиш», там, произведения об истории Владимира Ильича Ленина, такие маленькие брошюрки, которые, ну, там, читали ребенку, что было интересно, и мне такой интерес проявился к чтению. И они отвели меня в библиотеку. Было приятно, что в нашей правокубанской библиотеке, там, сельской библиотеке, можно сказать, были отдельно, именно родная литература на четырех языках. Я даже увидел. Не только карачаевский язык, но и других. И оттуда я начал брать книжки, так читал, читал, а уже потом начал собирать библиотеку потихоньку на родном языке. Большое влияние на будущего поэта оказала бабушка, которая рассказывала истории из карачаевского нардского эпоса. Отвага героев так впечатлила мальчика, образы беспрестанно будили воображение, заставляя что-то придумать, а то и записать. Вообще писать я начал, как у отца была такая, ну, он работал поваром, у него были такие поваренные книги, если мы помним, они как книжки были. И мне казалось, что вот это как книга, и это будет моя книга. И я подписывал, писал название книги, подписывал свое авторство, и туда писал свои, например, четырестиши, например, о школе, например, о своих друзьях, или там, например, о гареме Эльбрус, или там о природе нашей, о моей родине. Такие маленькие, банальные, как говорится, ну, как у ребенка, да, вот я старался как-то передать вот свое отношение, там, свои чувства, используя вот стихосложения, которые я тогда только-только, как говорится, вообще осознавал. А позже в жизнь вошли великие поэты. Сразу и навсегда любимым стал Александр Пушкин, позже Есенин, Маяковский. Особенное отношение к творчеству Исмаила Семенова, Кизиме Мичиева, Беляла Лайпанова. Все они в той или иной степени повлияли на мировоззрение поэта. Открыв для себя новые горизонты, Алихан начал искать свою дорогу и нашел ее. В своих стихах он поднимает вопросы нравственного выбора, темы родины, родной земли, без которой немыслима жизнь. Затронута им и тема войны, о которой в семье Алихана знают не понаслышке. Дедушка Ахмат Лепшоков и его старший брат Хамид героически сражались на фронтах Великой Отечественной. Одно из стихотворений посвящено их отважным подвигам. Отдельной главой в книге выделена тема любви. В жизни каждого человека бывает? Ну, я так думаю, да. У всех. А это разве не дар? А дар дается не всем. Я никогда не сказал, что это дар. Для тебя это не так? Нет. Это чувство людей, это всегда было. Начиная с самого рождения, любовь, она всегда была. Любовь к матери, ребенку. Любовь к женщине, к мужчине. Это всегда было и всегда будет. И сказать, что это дар, я не думаю. Если взять вот эту отдельную главу, которая посвящена любви, там, если посмотреть, это все разные образы. Там не образ одной женщины, там все разные образы. Там период, начиная студенчество, начиная даже школьного периода есть произведение, которое я изменил, отредактировал. Если так посмотреть, там все разные образы. Я старался как бы передать то, как говорится, искреннее чувство, которое есть именно. Там есть стихотворения, которые там с болью, с горечью, которые написаны на безответную любовь и так далее. Эти тоже есть такие стихотворения, которые были на самом деле в период моей жизни. И поэтому я старался это тоже передать в своих произведениях. Поэтому, как бы сказать, эти произведения, они не однородные. Там разный период и разные, как говорится, образы. К изданию книги Алихан шел много лет. Познакомившись с народным поэтом республики, Хусейном Лепшоковым еще в детстве, он учился у него основам стихосложения. 12-летний мальчик тогда еще не знал, что спустя годы тот станет его литературным редактором, поможет с выпуском книги. У нас как-то свела судьба на одном мероприятии. Мы вместе освещали это мероприятие. Он говорит, вот ты столько лет писал, писал, почему ничего не издал. Зачем, говорю, ну мало кто читает сегодня на родном языке. И как-то и времени нет. И ты же знаешь, что наша работа в большей степени дает такое время, чтобы ты мог свободно сидеть, мечтать, вдохновляться чем-то и писать. К сожалению, такого времени у нас не бывает фактически. И он говорит, давай, приходи ко мне, мы с тобой поработаем, я посмотрю твои стихи, кое-что отредактируем, кое-что там посмотрим, добавим еще, я помогу тебе, давай приходи. Я принес свои стихи, он посмотрел, говорит, давай, говорит, издадим уже книгу, говорит, приноси свои стихи, я посмотрю. Ну я начал приносить стихи, он смотрел, редактировал то, что там какие моменты, да, шероховатости. Около полугода Алихан готовил к выпуску книгу, шлифуя каждую строку. Выражает он огромную благодарность Иосану Найманову, помогшему реализовать технические моменты. Как представитель молодого поколения поэтов, пишущих на карачаевском языке, Алихан хорошо знает проблемы, с которыми сталкиваются авторы. Оценивать сейчас как-то поэзию нашу очень трудно, потому что, ну, фактически как-то у нас разрознено сейчас. Вот именно касаемо, я имею в виду молодых, которые пишут, ну, разрознено каждый там со своего, как говорится, ну, век интернета. И каждый имеет право создавать свою страничку в Инстаграме или там пусть будет в Ютубе и декламировать свои произведения, стихи и так далее. А так, нет, есть среди ребят, очень талантливые ребята я встречал, даже иногда завидовал некоторым произведениям, потому что это уметь надо так передавать именно благодаря богатству родного языка, передавать образы в стихотворной форме. Это непросто. И когда ты видишь таких людей, конечно, завидуешь. Если считая родную литературу, именно нашу родную литературу, сейчас сложность является в том, что у нас как таковы, ну, как бы мало издаются. Мало издаются, потому что, во-первых, издать книгу – это непросто в наше время. Мы все знаем, что печать, она дорогая. И помимо этого надо найти человека, который тебе поможет, во-первых, с версткой твоей книги, с созданием макета, обложки твоей книги. Это все нужно профессионалам в этой сфере. И у нас не так уж много профессионалов в республике, которые действительно занимаются и версткой, и макетом книги и так далее. И другой момент. Некоторые больше хотят, как бы сказать, они говорят, ну, зачем издавать книгу, если я могу, например, записать свои стихи там в интернете, и их посмотрят столько-то тысяч человек, например. Говорят, зачем? Мне легче так сделать. Ну, я согласен, это тоже своеобразная форма выражения своего таланта. Это тоже своеобразная форма выражения. Но по-любому, как говорится, книга, то, что написано перлом, как говорят, не вырубит топором, да? Вот есть такая русская поговорка. И, безусловно, книга, она останется, несмотря на то, что мы говорим, там, вот, интернет, там, YouTube и так далее. Книга-то все равно остается. Даже после того, как человек, например, уходит в мир иной, его произведения будут остаться и читать будут. Благодаря чему? Благодаря книге. Аль-Ханль Бжуков надеется, что в республике появятся литературные кружки для пишущих на родном языке, чтобы поэты могли обмениваться мыслями учиться друг у друга и обогащать национальную литературу. А копилка поэзии на карачаевском языке пополнилась еще одной книгой. Аль-Ханль Бжуков